Итак, речь у нас сегодня пойдет о очень интересной эстетической категории, которая не относится к числу классических эстетических категорий. Это категория, которой всего от силы 200 лет, и это категория фантастическая. Итак, самое любопытное в ней то, что в отличие от других пар эстетических категорий, это на самом деле парус реалистическим, не бою, могу из-за меня образовать. И именно в течение нашего экскурса по фантастическому это будет основная моя цель – показать вам, что фантастическая – это категория автономная. И реалистическому она никоим образом не противоположена, а идет с ним по, так скажем, разной линии. Они могут пересекаться, могут и не пересекаться. На эту тему есть всего один единственный действительно фундаментальный, глубоко выставленный, продуманный философский источник. И это работа исследователя Рожека Рюа. Вообще, Рожек Рюа совершенно уникальная фигура. Он оказал влияние на столь различных мыслителей, что это даже сложно себе представить. С одной стороны, это сподвижник Батая, Джорджа Батая, основателя социологического коллежа, одного из ярчайших философов и писателей 20-го столетия. А с другой стороны, он оказал определенное влияние даже на Рожека Лакана. То есть, ну, большие противоположности, чем Батая Лакан, себе просто представить невозможно. На русском есть достаточно большое количество его книг, и это очень хорошо. Ну, самая известная его книга, которую обычно все цитируют, на которую все ссылаются, это «Игры и люди». А концепция игры, на самом деле, действительно интересная очень работа. Однако, на мой взгляд, Рожек Рюа проявился намного ярче в малой форме. Вот, например, вот в этой книге, в первой части «Миф и человек» есть два совершенно фантастических эссе, которым я вас и отсылаю. Это «Богомол» и «Мимиклея». Это абсолютные шедевры малой формы. При этом Каюа пишет не в философской манере. То есть, он, конечно, мы его можем назвать философом, ибо в 20-м веке, что только уже этим словом не именуется. Но он скорее пишет как эссеист. Это совершенно блистательный язык. Это использование малого количества терминов. Это то, что доступно любому. И вот эти два эссе демонстрируют как раз проявление фантастического в природе. То, чего мы касаться не будем в нашем боксе. Да, мы занимаемся искусством. Поэтому я просто отсылаю вас к этим работам. Они есть в сети. На них ссылки, насколько я помню, были даже в Википедии. Статья, посвященная Крива. Не так давно вышел вот такой вот том, коллеж социологии. Там конспекты всех заседаний этого коллежа, который просуществовал всего три года. И там есть тоже весьма интересные тезисы Крива, тезисы Батая. Работа, безусловно, заслуживающая внимания. Но нас будет интересовать работа вот эта. Вглубь фантастического. Сразу же скажу, что Крива пишет намного проще, чем любой даже философ такой, который высказывает свои мысли предельно ясно. Я вам уже рекомендовал Мишеля Фуко, Бодрияра. Они, конечно, блистательные абсолютно авторы. Они пишут очень ярко, захватывающе. Возможно, Крива даже не дотягивает в явкости до их формы глупополощения мысли. Но зато Крива пишет несоизмеримо проще. При этом проще он именно высказывается. Мысль, которую он высказывает, простой не является. И это как раз и потрясает. Потрясает то, что он может о совершенно удивительных, сложных и неочевидных вещах говорить настолько просто, что проще просто уже не будет. Никакой терминологии специализированной он не использует и почти не использует. Если он использует пару терминов, вы всегда можете их посмотреть в словаре. И, в общем-то, это скорее для его работы является исключением, чем правило. Так что я всем вам рекомендую читать Крива. Другое дело, что читать его, как и любую литературу, нужно умело. То есть я вам рекомендую прочтение не тех книг, с которыми я абсолютно во всем согласен. Которые способны подтолкнуть вас к самостоятельным размышлениям. Ну, к примеру, уже рекомендованные мной работы Бодрияда и Фуко, я с ними как раз в большинстве случаев скорее не согласен. И это нисколько не мешает, а скорее помогает этим философам быть самыми любимыми моими авторами. Если вы читаете книгу и вы совсем согласны с автором в том, что он там пишет, то есть два варианта. Первый – там написаны одни сплошные банальности. И второй вариант – вы еще просто не дозрели, не готовы, чтобы читать эту книгу. Потому что с автором, безусловно, при чтении нужно вступать в критический, только конструктивный диалог. Так вот, я люблю Кальва и эту книгу в частности как раз за то, что там есть с чем поспорить. Чем-то эту книгу дополнить, с чем-то решительно не согласиться. А иногда, возразив, через какое-то время понять, что автор на самом-то деле оказался прав. Книга должна подталкивать к самостоятельным изысканиям, подчас далеким от обозначенной в этой самой книге проблематики. Тогда чтение оказывается полезным. А иначе оно может быть даже приемлемым. Так вот, обратимся к книге вглубь фантастического. В свою книгу Кальва начинается определение своей позиции. И как блистательный эсцелист, он сперва же строк задает особую модельность высказывания. Я процитирую самое начало этой книги. «Меня влечет тайна. Не то, чтобы я всей душой отдавался чадам волшебных сказок или поэзии чудесного. По правде говоря, дело совсем в другом. Мне не нравится чего-либо не понимать. А это далеко не то же самое, что любить непонятно. Его влечет тайна, влечет тем, чтобы установить ее границы. Чтобы понять, как работает это самое фантастическое. Откуда оно возникает и каково ее место. Этой инстанции. А не упоение от лицезрения картин тех же самых сюрреалистов. В обществе которых Крива, будучи молодым, побывал и достаточно быстро оттуда сбежал. Заметьте, Крива начинает с определения своей позиции, позиции субъекта. Не позиции того, что есть фантастическое. А своей позиции по отношению к дому. И это важно. И лишь после этого он определяет, что такое фантастическое. Искусственную фантастику я оставил в стороне. Будучи убежден, что подлинно, жизнеспособная фантастика не может родиться из простого решения. Во что бы то ни стало создавать произведения, способные озадачить. Она не может возникнуть как результат игры или пари, или эстетической теории. Она должна появиться на свет, так сказать, преодолевая препятствия. Конечно, при участии и благодаря посредническому художнику, но почти насильственно направляя его вдохновение и руку. А в каких-то крайних случаях, даже вопреки его воле. Старжение чего-то непреднамеренного, заметьте, это философии Лакана, будет именоваться реальным. То есть, как бы это сейчас ни прозвучало парадоксально, но фантастическое ПКЮА – это реальное по Лакану. И это показывает, насколько некорректным является само деление искусства на реалистическое и фантастическое. Что мы увидим из сегодняшней и следующей, заключительной нашей лекции на примерах из произведений искусства. Разделение на реалистическое и фантастическое ничего не может сказать о разных принципах воздействия на нас этих произведений. Это говорит только о сюжете этих произведений, о его нарратике и ни о чем более. А именно принцип воздействия составляет суть эстетических категорий. Вы уже поняли из прошлых наших занятий, что прекрасное и возвышенное – это не просто то, что заложено в самих произведениях, но разные способы воздействия на нас этих самых произведений. То же самое относится и к фантастическому. Это сложно определяемый, сложно уладимый тип воздействия на наше восприятие, который порождает тревогу. То же, что зовется реалистическим и фантастическим в быту, более корректно было бы называть экостическим и неэкостическим. То есть тем, что является подобием видимого, и то, что подобием этого видимого не является. Но это не эстетические категории, так как по ним нельзя определить тот самый водораздел, который отметает произведения в одну сторону и в другую относительно способа их влияния на наше восприятие. Нарративная сторона способа влияния на нас никаким образом не является. То, что там представлено нечто подобное тому, что мы видим в жизни, или нечто совершенно нереальное. На такую путаницу относительно реалистического и фантастического жалуются уже Кьюа, что показывает, что, во-первых, ей очень много лет, а во-вторых, то, что она не есть свойство искусствознания исключительно отечественного. Да, ибо Кьюа живет и работает в Париже. Он пишет, что фантастическим обычно называют все, что угодно, все, что нереалистично. Ну, в этих условиях становится очевидно, что смысл термина «фантастическая» – заметьте в кавычках, чисто негативный, им обозначается все, что так или иначе расходится с фотографическим воспроизведением реальности. И можно добавить, что, в общем-то, делить таким образом произведение искусства – это бесперспективно. Ну, это демонстрирует очевидность. Но вы же и так видите сразу же, это похоже на то, к чему вы привыкли в реальности, или не похоже. Зачем это еще лишь не расконстатировать? И если бы мы вводили эстетическую категорию, которая очевидна, ну, это было бы действительно глупо. И слово «глупо» здесь в полном месте. Суммируя размышления о фантастическом, Кьюа пишет. Для меня «фантастическая» означает, прежде всего, тревогу и разрыв. Вот это две ключевые позиции, по которым можно определить фантастическое произведение искусства. То есть, таким образом, фантастическое не зависит от сюжета, а лежит в совершенно другой плоскости. Теперь давайте определимся с тем, что фантастическим не является, но что часто выдают за это самое фантастическое. А лишь потом посмотрим, собственно, фантастическое, как оно представлено в произведениях искусства. Мне кажется, это будет значительно более конструктивно. Начнем с того, что обычно, чаще всего пытаются выдают за фантастическое, что фигурирует под таким названием в блогах и даже в научных исследованиях, не обладающих той же строгостью, как исследование Кьюа. Это живопись сюрреализма, с которой с группами сюрреалистов Кьюа был связан и отлично знал, что они из себя представляют, и что это все что угодно, только не фантастическое. Ну вот, к примеру, «Искушение святого Антонио» Сальглодора – известнейшая работа. Чего здесь только нет. Слоники на длинных ножках, какие-то чудные кареты, геометрические фигуры. В общем, собрано все, что только можно себе помыслить, но только фантастического здесь ноль. Это не значит, что картина плохая. Картина не определяется, хорошая или плохая, тем качеством относится ли она к категории фантастического или нет. Эта картина лежит исключительно в плоскости мифа, вымысла. А в мифе или вымыслие возможно все. А значит, ничего вторгаться и вызывать в нас тревогу туда не может. Там и так все есть. Там может быть все, что угодно. А значит, никакого разрыва там быть не может по определению. Кайва пишет, выделяя свою речь заглавными буквами. Как будто это крик выбьющего. В его работе есть всего два фрагмента, где это напечатано огромными такими буквами. И это действительно важно. Он пишет следующее. Фантастика существует не потому, что число возможностей бесконечно, но потому, что оно ограничено, хотя и огромное. Нет фантастического там, где нет ничего исчислимого и постоянного. А значит, там, где возможности не определены и не могут быть перечислены. Когда все в любой момент может случиться, ничто не удивительно и никакое чудо не способно поразить. Напротив, в рамках порядка, считающегося незыбливым, противоречащее этому закону встреча, не перестает тревожить. Ну, в ту же группу, что и Дали, я бы отнес еще одного художника, который, Дали, которого он именовал своим наместником на земле. Вот, как Господь Бог, Папу Львов сказал. Его звали Эрнст Фукс, и чем он нам интересен, он называет свое направление фантастический реализм. Так вот, в этом фантастическом реализме фантастического не надо больше. Это мир удивительного. Это может быть мир чудесного, но только не мир фантастического. Итог. Фантасмагория совершенно не обязательно является фантастическим. Но тут следует сделать одну важную оговорку. Это не значит, что картина, изображающая фантасмагорию, не может относиться к категории фантастического. И я приведу обратный пример, до которого Каюан, увы, не дожил. Это творчество художника второй половины XX века, и даже отчасти XXI. Его звали Ханс Будулев Гигер. Многие из его картин, будучи изображением мрачных фантазмов, тем не менее, являются именно фантастическим в строго Каюанском смысле этого слова. То есть они способны вызывать тревогу. Но это происходит не за счет изображаемых на картинах страшных грош, а скорее вопреки им. Гигер называет свой стиль биомеханическим. Вот так выглядит его работа. Картины Гигера очень сложно воспринимать целиком. Взгляд все время соскальзывает на детали и словно запутывается в них. Это особое свойство лучших гигеровских работ. Образы Гигера с одной стороны страшные, иногда даже кощунственные, но с другой стороны они всегда предельно сексуализированы и являются собой обращением соблазна. При том, что не в обыденной его форме, а в форме весьма причудливой, биомеханической. Это не соблазн тела, но соблазн металла, выступающего в роли его телозаменителя. Вкупе это создает очень сильный эффект тревоги, что усиливается большими размерами многих гигеровских плотин. Амбивалентность притягально-отталкивающего образа и невозможность схватить его в единовременности, то есть сделать его подконтрольным нашему взгляду, создает эффект тревоги, что позволяет считать эти картины именно фантастическими, в качестве манифестации разговора. Так что я хочу еще раз уточнить вот этот момент, что сюжет никак не может повлиять на то, фантастическое это произведение или нет, относится оно к этой категории или нет. То есть само по себе изображение фантазма тоже может относиться к категории фантастического, хотя относится оно к нему очень редко и не по той причине, что там изображен фантазм. Потому что фантазм здесь в данном случае он лежит исключительно в плоскости сюжета. Другой пример искусства, который помимо уже рассмотренного, то есть искусства фантастмогорий, любят относить к фантастическому. Это изображение чего-то парадоксального. Ну, на парадоксальное приведу вам в пример работу Маурица Корнелиса Эшера рисующие руки. Так вот, никакое это, естественно, не фантастическое. Это может быть искусство занимательное, мы можем его как угодно назвать, но на самом деле, с точки зрения эстетической категории, это искусство, конечно же, прекрасное. Ибо оно завораживает, оно затягивает в себя. Мы любуемся изысканной техникой автора. Я не хочу сказать, что те работы, которые я отметаю от фантастического, они плохи. Просто они не относятся к тому блоку, который нас в нашем изыскании в сфере фантастического, может интересовать. Сюда же относятся и все оптические иллюзии, которые тоже ни разу не являются фантастическими. Мы быстро понимаем правила игры, и после того, как мы эти правила считали, в общем-то, ничего уже не способно нарушить это пространство. Оптические иллюзии, они все выстраиваются по очень жесткой, продуманной логике. Естественно, ничего туда не вторгается. Хотелось бы исключить из фантастического и еще одного автора, которого обычно делают едва ли не квинтэссенцией, этого самого фантастического. Его звали Иероним Босх. Так вот, к фантастическому, как вы поймете, Босх имеет самое далекое отношение. Метод Босха выработан раз и навсегда. И он далек от какого бы то ни было вторжения чего-то инородного. Более того, он точно следует светоотеческой традиции изображения адских тварей как чего-то не имеющего формы. Чтобы подчеркнуть, что они не существуют. В том смысле, как может существовать, к примеру, душа, созданная по образу и пологию Божьему, то есть формы имеющие. По этой причине было принято изображать дьявола и его приспешников как смешение, то есть отсутствие формы. Босх придумал для этого весьма интересную технику. Он смешивает разные типы существ. Но я насчитал пять категорий. Это человек, животное, птица, рыба и насекомое. Причем очень часто он производит смешение не между двумя этими категориями, а между тремя и даже четырьмя. Но если мы понимаем, как это работает, и знаем традицию, то это никакое не фантастическое, ибо никакой тревоги и разрыва тут нет. Это конвейер. В чистом виде. В каком-то смысле, причем в конвейер даже не столько пугающих, сколько гротесковых образах. Еще пример Босха. Всегда метод один и тот же. Между вот этими пятью категориями он просто делит существо пополам, или на три, или на четыре части, и объединяет то, чего в общем-то в природе идет. Это и является аллегорией их несуществования, их уродств. Вот и все. Но опять же, это не значит, что у Босха совершенно невозможно найти картину фантастическую. Правда, в данном случае, в качестве таковой, я приведу картину, авторство Босха, в которой оспоривается. Иногда ее приписывают ученикам Босха или художникам Круга Босха. Но она выполнена в той же самой манере, но фантастическое мне появляется совсем по другой причине. И в общем-то никаких страшных дворей на ней вовсе нет. Эта картина называется «Брат в Кане Галерейской». Что мы видим на картине? Идет пир. Один из гостей просит вина. Мы видим смущенного хозяина, ибо вино закончилось. Совсем незаметной оказывается сбоку фигура Иисуса, который делает небольшой жест. И в этот самый момент происходит удивительное. Фигура на переднем плане переливает из одного кувшина в другую воду и сама того не зная в этот момент готовит чудо. То есть чудо появляется самым, что ни на есть, обыденным способом. Здесь нету Христа, вставшего на стол, и когда вокруг лещет это вино. Здесь есть нечто совершенно потрясающее, то, что чудо оказывается сокрытым. просто появляется вино, которого раньше нет. Пойдем дальше по вычеркиванию из списка фантастического того, что обычно туда привносят. Обычно туда привносят еще огромный блок живописных работ, который относится к алхимическим рисункам. Алхимические рисунки это не фантастическое искусство, а вполне логичный символический шифр определенных химических операций. Многие из них хорошо расшифровываются, а арсенал образа в алхимии на редкость беден, так как соответствует тем или иным металлам, которых тогда знали не так много. Иногда он соответствует иным алхимическим ингредиентам, но в общем-то их список все равно не превышает вполне обозримое число. В данном случае вы видите работу Нихая Майера вот что пишет по поводу алхимии Каюа. Марс, вооруженный в шлени, обозначает железо. Лев твердое, орел летучее. Лев сразивший орла отвердения летучего. Орел терзающий льва улетучивания твердого. Крылатый змей ртуть, змей бескрылый серый. Эти образы всего лишь взяты из разных словарей, в равной мере потрепанных. Идентичное впечатление производят солнцелитие мужчины и лунолитие женщины. Или изображение крупных звезд, откровенно напоминающие об астрологических соответствиях металла. подобной скудостью страдают и мифологические образы, сами по себе лишенные более убедительной магии. Так что, несмотря на столь популярную интерпретацию алхемии, которая берет свое начало от исканий Карла Густава Юнга, своего рода эти изображения трактовались как поток бессознательных образов. На самом деле все эти изыскания были поставлены насмерть серьезными исследователями алхимического ремесла. Что касательно проявления и работы с бессознательным, то в общем-то они не имеют к нему ни малейшего отношения, ибо если и существовала духовная алхимия, а такая, конечно же, была, то она относится лишь к последним векам существования алхимии, и она относится к текстам, а не к алхимическим изображениям. И в данном случае в доказательство столь критичного отношения к ЮА к алхимии и вычеркиванию ее образов из числа фантастического искусства я вам приведу пример из другой области, которая вас должна убедить в большей степени, ибо если вы алхимии не разбираетесь, то здесь какое-то представление все-таки имеете. Это область геральдики. Сами по себе геральдические изображения, так же, как и алхимические образы, тоже могут выглядеть достаточно блюдово. Или, назовем, фантастично. Если бы мы верили в то, что все, что там изображено, это действительно реальность, так же, как мы верим изображенному на картине, то, конечно, бы это на нас очень сильно удивляло. Но если знать, что значит каждый элемент изображения, то окажется, что это просто ребус. Какие можно найти в детских книгах, где изображение может заменять часть какого-то слова. Если вы посмотрите детские ребусы, то вполне обыденные слова тоже могут показаться какой-то потоком бессознательного, какой-то фантасмоворием. На самом деле ничего абсолютно фантасмоворичного нет, речь идет строго форматом соответствующим по порядку слова. В качестве примера разберу вам Герб Керми. Как видите, если мы подойдем к нему с точки зрения произведения искусства выглядит не только фантастично, но и весьма бредово. Белый медведь на самом деле серебряный. Что еще страшнее? Серебряный медведь на своей скрине несет гигантский том Библии и над ним горит лучевая звезда. Как это интерпретируют сейчас? Серебряный медведь это символ природных богатств. На самом деле выясним потом, что на самом деле не значит. Так вот, Евангелие или золотая книга это символ христианского просвещения. Серебряный четырехконечный крест означает пограбительство свыше. А червленый французский щит это означает то, что герб этот относится к столичному городу. Но первым была столица Урала. Это первый университет, основан и так далее. то же самое вы можете видеть на гербе Москвы и Санкт-Петербурга. Вообще в Екатерининскую эпоху, когда был создан этот герб, на самом деле он обозначал не то же самое. Сейчас это немножко умалчивают. Дело в том, что медведь изображал дикость нравов обитавших там народу, которые подчинены христианскому просвещению. Но в общем-то одно зубом и не мешает, так как мы выяснили, что достаточно бредовое изображение на самом деле является простой суммой банальных тезисов. Ничего более там нет. Оно не фантастично. То же самое таким же образом можно было бы разобрать и алкемические гравюры. Другое дело, что для этого потребовалось привлекать большое количество того аппарата, которым мы, как гуманитарии, здесь не оперируем. Еще одна отрасль искусства, с которой нужно порвать, когда мы говорим о фантастическом, это сказочная. Сказочный образ. Таких достаточно много картин. Ну, у Васнецова в частности, да, там почти каждая из них относится к сказочному образу. Так вот, фантастического тут моря. Это прекрасное, чисто в мире. В мир сказки втаргаться ничто не может. Здесь может быть абсолютно все, что угодно. Впрочем, есть такие исследователи опять же дунгианского толка, они в алхимии редакопации сказка, да вот, как в частности Мария Уильза фон Франц, которая всю свою жизнь посвятила как раз анализу сказок. И надо сказать, что писание ее весьма интересное. Особенно интересна вот эта книга, феномен тени и зла в волшебных сказках, может быть она даже еще есть в продаже, эта книга действительно стоящая. И написана очень простым звуком, как и почти все писания фон Франц. Так вот, несмотря на то, что книгу эту всем рекомендую, но для глубокого и детального анализа фантастического она нас, к сожалению, до него не доведет. И вот, даже сама фон Франц подходит к выводу, что самые страшные сказки, те, в которых действительно происходит вторжение чего-то инородного, что невозможно описать никакими словами и никакой научной аппарат не работает, так вот, это те сказки, в которых нет никакого ни дидактического, ни психологического смысла. То есть это сказки, которые пугают самим разрывом происходящем, сказки, повествующие об обычных событиях, но в которые врезается нечто ужасное. Причем врезается без причины и врезается так, что не может быть проинтерпретировано. Однако такие сказки обычно художники не изображают и они навряд ли поддадутся изображению. Она приводит примеры таких сказок, они очень короткие и в общем это не те сказки, которые мы за сказки считаем. Сказки же иносказательные, дидактические и так далее, то есть самые популярные сказки никакому фантастическому не отсылают, ибо иносказание не есть фантастическое. Нас ничем не могут удивить чудесные птицы, грифоны, единороги и так далее, просто потому, что их нет. А если их нет, их можно изобразить как угодно. Совсем другое дело изобразить существо вполне реальное, которое каждый знает, но изобразить в таком контексте, что это вызвало бы у нас тревогу. Я вам показывал уже один из примеров ночного кошмара Фюзли или Фюзли и так и так правильно. Приду в этот раз в другой пример. И вот картины. Самая пугающая здесь деталь это, конечно же, лошадимная голова. При том, что ее появление здесь вполне можно объяснить реалистически. То, что глаза лошади горят, это можно объяснить положением вот здесь неизображенной на картине свечи. Ибо мы видим, как сюда падает свет. Видите, откуда-то он взялся. То же, что мы видим только голову коня, объясняется большими увесистыми тяжелыми шторами, которые она и раздвигает. И, соответственно, так как далее исключительно мрак, то мы видим от коня только голову. Это вполне реалистично. Но более того, если все происходит в сельской местности или это даже вообще шатер, то появление головы коня никаким образом нельзя списать на действия каких-то противоестественных сил. Это вполне действительно могло случиться в реальности. мрак, то есть пугающим здесь является не столько страшное непонятное нереалистическое существо на груди женщины, а то, что все все эту фантасмагорию можно объяснить вполне реалистично. Даже это самое страшное сидящее на груди у женщины существо тоже можно объяснить вполне реалистично. Так мы знаем, что существует такое вполне неприятное, но очень даже реальное явление, как сонный паралич. И сонный паралич это интересен тем, что вы не только пробуждаетесь, но не можете повернуть ни рукой, ни ногой, ни головой, но при этом вы ощущаете очень сильное давление на грудь. В таком случае это существо как бы не выглядело причудливо, отсылает вполне к реальным феноменам. То есть подлинный ужас проградывается в эту картину не там, где она отсылает нас к миру грез и к фантазму, к фантазму, а подлинный ужас проградывается там, где эта фантазмогория смыгается с реальностью. Вот это вторжение реального вы фантастическое фантастическое в реальное и создает этот разрыв, который и проводит эту картину по категории фантастического. если по возвышенному я относил подобные работы через действия динамического возвышенного, что такое динамическое возвышенное напомню, это демонстрация тех сил, которые сильнее, чем мы. Они страшны для нас тем, что они несоизмеримо нас превосходят. В данном случае они страшны тем, что они бодрствуют тогда, когда мы спим. По фантастическому же эти работы идут так, как взламывают тонкую грань между реальностью и вымыслом. Это не просто сказка. Это вполне реалистическое изображение, которое взломано, разорвано вторжением туда фантастических образов. На самом деле, это сложно поддается вербализации, но я думаю, что это на самом деле достаточно легко прочувствовать. примеров будет много. И сегодня и на следующей нашей лекции примеров будет очень много, чтобы просто научились отличать, где это встречается, а где это не встречается. Тем более, что собственно кроме небольшой брошюры крива на эту тему толкового нет ничего. То есть совсем. Не случайно картины флюсами вот уже 200 лет вызывают особый интерес, потому что они действительно способны вызвать тревогу. И несмотря на то, что мы понимаем, что страшиться тут в общем-то нечего, что здесь изображены существа, которых быть абсолютно не может, тем не менее, так как они отсылают к реальным инстанциям, то в общем-то несмотря на все наше желание не страшиться, тем не менее тревога все-таки возникает. Пускай на самом краю нашего сознания, но именно там в общем-то и место. Несмотря на то, что я уже вам показывал пример того, как следует вычеркивать изображение иллюзии из-за разряда фантастического, тем не менее, так как мы уже выяснили, что фантастическое лежит не в сюжете, а в особом способе преподнесения полотна, я бы хотел показать, как картины иллюзии могут относиться к категории фантастического. Относятся они весьма интересным образом, их очень мало. И в данном случае, опять же, фантастическими они являются скорее вопреки тому, что там изображена иллюзия, а не благодаря ней. И для того, чтобы это выяснить, мы обратимся к творчеству художника-мастера иллюзий, который всю жизнь создавал, создавал их огромное количество, его зовут Энне Маргриет. За свою жизнь Маргриет создал столь большое количество иллюзий, что вошел в золотой фон того, что обычно ими будет фантастическими. Так вот только фантастические из них просто единицы. И фантастические как раз те, в которых явно вторжение неосознанного, того, что в художника предполагалось навред. Обратимся к этой известной работе. Что мы на ней видим? Это конь в лесу, на коне женщина и вся, так скажем, суть, соль этой картины, то, что мы не можем определить, где передний план, а где задний. нарисован для кони всадится на деревьях или они реальны. Все это очень мастерски сделано, хотя и сделано посредством совсем нехитрой логики. Периодически то, что должно быть позади лошади, находится перед ней. И в этом вся иллюзия заключается. но это совсем не то, что создает эффект фантастического. А фантастическое здесь проявляется посредством того, что эту иллюзию мы видим в лесу. Причем в лесу, где находится одна женщина. Те, кто бывали в лесу и особенно те, кто терялись там, могут отлично понять, в чем собственно здесь тревога. Дело в том, что именно таким образом воспринимается пространство человека заблудившегося. Когда вы не знаете, куда вам двигаться и где пространство, которое ближе к вашему дому, в данном случае, а не к вам, а где дальше. Человек постоянно мечется или человек бросается в одну сторону и спустя энное количество времени приходит туда даже откуда и начинал. Вот это вызывает совершенно удивительное чувство, чувство, которое древние греки сопоставляли с прикосновением плани бога Пама, от которого произошло дивное слово в русском языке паника. Панический страх. Вот это и есть иллюзорность одного человека в лесу, которое естественно допреки воле автора, ибо если бы он хотел изобразить это сознательно, он бы изобразил сумерки. А здесь не сумерки. Но знаете, заблудиться в лесу днем тоже производит впечатление, может, не столь страшно, но тем не менее. в данном случае эта иллюзия отсылает к вполне реальной иллюзии, к иллюзорному восприятию пространства, искаженного тревогой, когда городской житель попадает в лес и остается там один. Вот в чем дело. То есть в данном случае эта картина помечена печатью фантастического не из-за того, что она иллюзия, а значит она фантастична. А как раз из-за того, что эта иллюзия отсылает к вполне реальной инстанции, к потере ориентации пространства. Другая работа Магрита не менее интересна в этом смысле. В данном случае смысл ее достаточно тривиален, то, что любовь слепа, то, что мы не видим того, кого любим, достаточно старый не сбитая тема, и в общем-то не она является жемчужиной этой работы. Фантастическое проявляется здесь в ум. Так как согласно моде своих дней и согласно своему личному вкусу, Магрит изображал мужчин в костюмах, то из этого на картине есть весьма и весьма интересные следствия. Следствия достаточно страшные и необратимы. Глядя на женщину, мы видим, что несмотря на тот факт, что ее лицо сокрыто от нас, то, что перед нами действительно живая женщина, на это указывает ее обложенная рука. Живая плоть помещена в центр композиции. С мужчиной дела обстоят намного хуже. Мы не можем быть уверены, что перед нами живой человек. Это может быть статая, манекен, монстр, вертелец, кто угодно. При том, что на полотне не изображено ничего сверхъестественного. Более того, есть огромное количество фотореплик этой картины, когда реальные люди обматывают таким же образом тканью себе лица, таким же образом наряжаются и делают ожившие варианты этой картины. Но вся прелесть фантастического заложенного в эту картину, заложенного неосознанно, конечно же, в том, что даже на реальных людях, которые инсценируют эту картину, остается эта же самая печать фантастического. Ибо мы по-прежнему не знаем, а, мужчина, он живой или нет. Ведь можно эту же самую фотореплику сделать с манекеном. Вот в чем дело. Понимаете? Руб что-то здесь не видно. Ее можно действительно поставить с манекеном и с живым человеком, и разницы бы не заметить. А это отсылает вполне реальному страху, который действует уже на уровне предсознательного. Ведь все же мы понимаем, что мы не можем знать, чувствует объект нашей страсти хоть что-то, или ничего не чувствует. Вполне возможно, чтобы он лишен каким бы то ни было чувств, является тем, что обычно именуют философским зонтой. В данном случае бездушным, безчувственным манекеном. На самом деле у картины есть одна весьма дивная предыстория, достаточно страшная. дело в том, что когда Магрид был еще маленьким, его мать покончила с собой, и так как она не хотела, чтобы ее красавицу нашли с безображенным лицом, она обмотала его тканью и бросилась в воду. Именно так ее и нашли, но заметьте, как в этой картине работает священие. Женщина это как раз явно жена. сомнения наши насчет жив или нежив относятся к мужчине. И то, что я предположил, что это может быть не только статуя или манекен, а их полно на работу этого же самого Магридта, ну статуя в частности, но именно мертвец это отсылает к непосредственному опыту Магридта, опыту, который вполне возможно не был во всей полноте им осознаваем. Травматичный опыт, очень тяжелый и мы видим, как здесь работает смещение. Если прежде шла именно мертвая женщина, но женщина это явно живая. Так что именно этот фактор и позволяет говорить о вторжении в эту картину фантастического. фантастику А теперь приведу вам несколько примеров, которые дает сам Каюа. До этого я вам показывал свои примеры. Примеры Каюа более изысканы, но совершенно требуют иного эстетического восприятия, восприятия иного уровня, поэтому я хотел вас сначала подготовить. потому что они значительно более тонкой и деликатной форме демонстрируют фантастическое. Но квинтэссенции фантастическое в данном случае Каюа считает аллегорию Чистилища Джоанна Библина. Сколько бы вы не смотрели на эту картину, сколько бы искусствоведы не придумывали того, как можно расшифровать каждую деталь, тем не менее, даже если вы их расшифруете, все равно это никаким образом не объяснит того, почему она представляет столь странное пространство. Вот подлинное постисторическое время. Время, которое идет каким-то иным образом. И пространство организовано каким-то совершенно причудливым образом. Таким образом, в котором мы чувствуем, что в нем есть какая-то логика. Но эта логика иная, отличная от нашей. Знаете, это напоминает то, как человек, который привык к фигурам в трехмерном пространстве, неожиданно обращается к ним же в четырехмерном пространстве. это особенно если вы никогда с ними не сталкивались, что очень сильно возможно впечатлить эти же самые фигуры. Например, если это будет уже не куб, а гиперкуб, он будет производить на вас совершенно уникальные впечатления, потому что вы будете не узнавать эту фигуру. Другой пример, который приводит Крюа, это меланхолия Кранаха. В данном случае пугающая необъяснимость у происходящего эта картина создает впечатление, что ключ есть, что изображение возможно понять, если знать шифр, но шифр ее утрачен, а возможно, что вероятнее всего его вообще никогда не было. Выставленная совершенная логика этой картины и логика того, что не поддается никакой расшифровке и создает этот совершенно поразительный эффект фантастического. Там мы видим полет на Шабаш, какой-то совершенно причудливый город в какой-то местности абсолютно невозможный. Три ребенка, которые катят этот шар, который точно никаким образом не пролезет в это клуб. И ангел, который скучающим образом чистит эту палку ножиком, какая-то достаточно злая собачка, очевидно она изображается, что она лает. Все происходит. Вроде бы каждая по отдельности деталь, она привычна для живописи того времени. Для того времени в общем-то Шабаш явление самое, что ни на есть нормальное. Не скажу, что оно происходило в реальности, но кто говорит, что мы вообще знаем, что происходит в реальности. Это происходило на уровне воображаемого. И на уровне воображаемого оно происходило значительно чаще, чем сейчас происходят выборы. Понимаете? в реальность. В данном случае нет ничего удивительного, но сочетание всех этих элементов настолько причудливо, что действительно производит тонкую тонкую тонкий тонкий надлом в реальности. Это возникает отсюда возникает ощущение фантастического. Заметьте, примеры, которые приводят к Луар, они демонстрируют именно не тревогу, они демонстрируют очень-очень тонкий оттенок. Но это совсем не то же самое, что те образы, которые показывал вам я. Ну, или вот еще один замечательный пример. Псевдофеликс Критьян. Спуск в подвал. Казалось бы, самое, что ни на есть, банальная операция. То есть погрузка бочек на склад. То есть будем называть вещи своей именами. Но здесь все необычно. Это погрузка бочек перерастает в какую-то мистерию, в какое-то таинство. Кажется, что здесь что-то должно произойти. Во-первых, нам кажется, что пространство искажено. Прежде всего, это связано с тем, что в данном случае спуск на этот склад воспринимается как ноль. Во-вторых, какие-то больно уж гламурные эти грузчики. Что-то с ними не то явно. И самое главное, что само по себе пространство вот этим шахтовным полом отсылает как будто бы к эмплематии, как будто бы какой-то геральдическому символному смыслу, что за этим что-то стоит. При том, что на самом деле что за этим стоит не поддается высшим правке. Это просто картина. И картина, конечно, производит очень сильное впечатление в этом смысле. Поведу еще один пример из работы Каюа. Это Люминер расслабленный из Жумьежа. В данном случае речь идет об отсылке к истории, о которой не помнят уже даже историки. Люминер увлекался ранней французской историей, причем такой историей, которую в общем-то не то, что не стыдно не знать эти эпизоды, а как раз очень странные и подозрительные, если вы о них знаете. И заметьте, если прошлая работа и вот эта работа, они отсылают исключительно к тому, что обычно называется реалистической живописью. А Люминер вообще в принципе это фигура, которой всю жизнь занимался именно исторической темой. Это не просто реалистическая живопись, а историческая реалистическая живопись. А именно в творчестве Люминер жалко, что Каюа знал только вот эту работу. Если бы он знал большой блок Люминер, он бы мог в два раза увеличить свою книжку. Потому что именно у Люминер, то есть у человека, который точно не подозревал и не намеревался изображать фантастическое, а Мов вторгается постоянно. Что мы здесь видим? Мы видим совершенно удивительную картину, плод на нем лежат полуживые люди на богатых таких красных подушках. Они причалили к берегу. Почему они не сходят? Вообще что произошло? На самом деле ответить на этот вопрос можно, хотя не уверен, что это снимет хотя бы часть того фантастического, который сюда вторгается. Дело в том, что что такое расслабленные во-первых? Расслабленные это особая редкая форма казни, которая применялась в ранней французской истории. Это люди, которым металлом выжигали сухожилия икр и ног. Если вы обратите внимание, то у них ноги обмотаны тканью, и там ничего уже нет. Поэтому они не выходят, они не могут с этого плота сойти, ибо им не на что выступать. И в данном случае их в таком виде отправляли по течению, сплавляли в прямом смысле этого слова, и они умирали от голода и боли. Но даже если мы знаем этот самый эпизод из истории, даже если мы знаем, что существует такая существовала еле-еле в одной только книжке о смертной казни мне удалось найти, что такая форма существовала, очень редкая форма смертной казни. Если мы даже это знаем, тем не менее, это ни в коей мере не снимает совершенно фантастического изображения на этой картине. Здесь сюда вторгается что-то нереальное. Вот это бескрайнее пространство и выпадающие из него эти два принца это ни в коей мере не снимает вот этого совершенно потрясающего тремора, тревоги, которая появляется в этой картине, которая в общем-то ничего фантастического казалось бы себе не несет. Повторюсь, что для меня фантастическое лежит немного в иной плоскости, но Кривау убедительно показывает, что эти все примеры тоже подходят по категорию фантастического и в данном случае с ним сложно не согласиться. Есть другой способ реализации фантастического. Приведу вам такой пример. В данном случае это две гравюры Дюрера малый конь большой конь обе относящиеся к 505 году. Что мы видим на одной из них? внутри арки стоит конь на заднем плане какое-то совершенно фантастическое пламя плавит и мы видим Ритая с Алибардой которого в общем-то от него только шлем кипеется ничего больше от него не видно. На другой работе мы видим что арка куда-то делась никакого пламени уже нет конь серьезно потолстел и на этот раз мы видим лицо воина и с большой долей вероятностью можем предположить что он тоже стал крупнее. вся премисть в этих гравюрах то что они не мыслились как цикл это просто две отдельные гравюры как это часто делал художник да и не только он а многие художники когда некий образ приходит в голову сразу же в нескольких вариантах он фиксирует сразу же несколько этих вариантов но если мы сопоставим их как микроцикл а на это есть все основания ибо если мы их расположим просто элементарно в хронологическом порядке во любом посвященном живописе этого художника они будут подряд то встает совершенно удивительный вопрос что произошло какой апокалипсис произошел с этим миром пока тот стел этот корм и на этот вопрос нет ответа и тем не менее между этими двумя гравюрами с одной стороны проскальзывает смысл позволяющих их связать в идее а с другой стороны есть то что этому препятствует именно вот это и есть фантастическое то есть я показываю на этот раз способ чтения фантастического который возникает между строк не в каком-то произведении а в тех произведениях которые по какой-либо причине отсылают одно к другому вполне возможно помимо воли автора ведь автор ограничен в своем лексиконе значит он с неизбежностью так или иначе будет повторяться а это повторение будет вызывать определенные ассоциации и между ними может возникнуть между двумя разными произведениями автора очень интересная игра самое забавное что фантастическое может торгаться даже в научной труде вот казалось бы где ему места вообще никакого нет и не должно быть и тем не менее дело в том что какие научные работы связаны с живописью испокон веку с ними были связаны работы по анатолии то есть где нужно было изобразить детально строение тела человека и тем не менее несмотря на то что основная цель во всех подробностях изобразить именно строение тела туда очень часто вторгается какой-то неподвластный художнику фантазм который заставляет изображать эти самые скелеты или тела в какой-то очень странной форме ну например вот такой здесь вы видите скелет со скрещенными ногами который любуется черепом создается такое впечатление что как будто смерть предоставила его распоряжение так много времени что он теперь может до бесконечности думать о смерти другой пример из знаменитого труда Резалия эти работы иногда приписывались Тициану в самом деле не имену выполнены но в данном случае автор имеется ввиду автор трактата расчлененные трупы со свисающей кожей прогуливаются по пленару в данном случае мы видим сзади город текущую реку совершенно дивная пастораль вот это пасторажнее любого зомби апокалипсиса знаете что заставило художника которому нужно было изобразить просто строение тела изобразить этих персонажей на природе любующихся видами города или например в такой позе где-то ни в коей мере не способствует лучшему взгляду на структуру этих самых тел есть на самом деле еще более радикальный пример вот например пример Готье де Готье это у нас уже 18-й век по-моему 40-е годы если память не изменяет так вот на работе которая была создана для изображения строения тела теперь заметьте самым реалистичным является лицо девушки вторым по реалистичности являются аккуратно уложенные из той же детально проработанные волосы девушки затем фон и тело девушки в то самое время как самым нереалистичным является то ради чего эта картина создана то есть внутреннее строение скелета какой неизвестный художнику фантазм фантазм лежащий глубоко внутри его субъектной структуры заставил его создать столь странный образ образ далекий от поставленной задачи на этот ответ соответственно на этот вопрос ответ нам заполучить уже не удастся никаким отец но таких работ очень очень много в данном случае речь идет о том что если мы обратимся к научным текстам то кажется что там этих самых рисунков с вторгающимся туда фантастическим очень много с другой стороны это говорит нам следующее то что фантастическая как категория не обязательно является категорией связанной с высоко художественным произведением ибо естественно вот этот скелет не является каким-то сверхшедевром гравюры но к фантастическому он безусловно отсылает ибо в нем остается загадка более того я бы даже что парадоксальная загадка но когда мы видим то же самое в виде человека аля мементо море или ворона который в данном случае отсылал к слову завтра латинскому именно поэтому ворон становится символом смерти здесь же мы видим совершенно уникальные случаи когда уже умершее тело горюет или в данном случае набором наслаждается примером черепа то есть примером тела опять же умершего здесь речь идет о зеркальном отражении смерти что касательно другого примера на этом мы сегодня наверное и закончим ибо наша лекция будет сквозная то есть это одна лекция просто разделенная на два занятия я бы хотел показать как фантастическое вторгается в детальнейшее изображение реалистических предметов и здесь нам поможет автор которого звали Фернан Кнофф вот подлинный ужас которого никогда не добьются авторы посттеореалистов сколько бы они не пытались там изобразить статую свободы занесенную песками или оледеневшую или какую еще угодно другую торчащую из плоды просто дом то что на улице никого нет но в общем-то если речь идет о изображении поутру то собственно в чем там кто-то должен быть не это наскубает просто идеальное изображение домов да и тем не менее вот здесь вторжение фантастическому на лицо есть тревога тревога абсолютно невыразима ее не сможем описать никакой искусствой почему она извлекает философ скажет что здесь есть разрыв когда он скажет а каким образом это достигнуто он скажет а это не зона моей компетенции а искусствует скажет что он не знает как это сделано а если не знает значит никакого разрыва нет но мы-то понимаем что в данном случае тревога есть и более того кнопку каким-то образом это удалось повторять вот еще один пример это все виды брюкет и по-моему самый блистательный вот это тревогу вызывают самые обычные городские пейзажи мы видим просто изображение домов ничего в них нету такого чтобы должно было вызывать тревогу то что это серо-коричневый тон да ну в общем-то мы знаем что фотографии того времени примерно так и выглядели тем не менее вызывают и тревогу тоже далеко не все опять же так как мы уже поняли с вами что фантастическое лежит не в зоне нарратива то это значит что фотоискусство в редких случаях тоже может попадать в разжаз фантастического и очень часто оно будет попадать в него тоже случайно можно ли придумать техник с помощью которой можно клонировать фантастическое наверное нет ибо у того же самого кноппа примеров таких не так много нету того автора который бы на протяжении своей жизни придумал бы эскетическую теорию фантастического и с помощью нее создал бы большое количество фантастических работ у каждого автора фантастического в искусстве очень мало и в большинстве случаев это авторы которые работали в строго реалистической манере то есть то что называется реализм вот у авторов реалистов фантастического в понимании крива несоизмеримо больше чем у авторов которые работают с фантастомоголиями и так мы сегодня продолжаем погружаться в природу фантастического как эстетической категории и я начну нашу встречу с напоминания основного тезиса из работы Роже Крюан вглубь фантастического самого важного и самого проработанного исследования относительно феномена фантастического в искусстве Крюан пишет фантастическое это нарушение общепринятого порядка вторжение в рамки повседневного бытия чего-то недопустимого противоречащего его незыбным законам а не тотальная подмена реальность миром в котором нет ничего кроме чудес это принципиальная позиция Крюан именно она позволяет выделить фантастическое в отдельную эстетическую категорию никак не привязываясь к сюжету анализируемое произведение искусства фантастическое лежит не в зоне нарочива а в зоне самого сердца того или иного произведения искусства то есть его бытия как такового эти произведения могут быть посмоговечными или наоборот точно воспроизводить окружающий нас мир но если в них вторгается нечто неописуемое вызывающее тревогу или то что философ назвал бы разрывом вот это и является маркером что перед нами подлинно фантастическое искусство и здесь следует озвучить один очень важный комментарий если относительно использования категории возвышенного я вас предостерегал никогда не искать ее в произведениях созданных до того момента когда эта эстетическая категория получила современное нам понимание то есть до середины восемнадцатого столетия то вот случай с фантастическим анахронизм не является чем-то недопустимым более того в большинстве примеров которые приводят Рожек Грюа в своей книге вглубь фантастического это как раз примеры из живописи эпохи Ренессанса и Арамов на прошлой лекции показывал в то время как эстетическая категория фантастического по современному нам понимании этого слова была озвучена впервые только Вальтером Скоттом в первой трети девятнадцатого столетия как объяснить подобный парадокс почему искать возвышенное до оформления такой категории философско-эстетической мысли категорически нельзя а фантастическое искать можно ответ достаточно прост возвышенное это то что создается как и прекрасное по воле автора а это значит что автор должен быть погружен в историческую ситуацию где такими категориями мыслят фантастическое искусство же это такой тип искусства который может возникать и вопреки воле художника таким образом совершенно не обязательно чтобы автор знал о том что он создает фантастическое произведение более того именно когда автор стремится создать фантастическое понимание Рожак-Люа скорее всего ему создать его не удастся фантастическое это то что возникает как вторжение каких-то иных сил и я предполагаю что это связано с весьма сложным строением нашей психической структуры к примеру крупнейший психоаналитик 20-го столетия Жак Лакан полагал что индивид с центром в виде сознания и субъект с центром в виде собственного я не совпадают они децентрированы они смещены один относительно другого а это значит что в действия сознательного индивида всегда вторгается в той или иной форме интенсия от субъекта обладающего я структуры которая ориентирована на так называемого другого то есть ориентирована на бессознательный порядок действий в данном случае наиболее емко это выражено у Лакана именно во втором семинаре он переведен на русский язык так что это можно самостоятельно прочесть но задолго до Лакана в значительно более емкой поэтической форме это же высказал Афер Гамбо который писал я это другой здесь для раскрытия данной так скажем структуры потребовался бы большой блок лекций у нас нет на это времени и более того это не есть тема нашего курса поэтому я отсылаю в данном случае к литературе лишь обозначив саму проблему саму природу возникновения фантастического это смещенность бессознательного центра который как раз Лакан видит в Я знаете не где-то там а именно в Я относительно сознания которое с этим Я не совпадает и когда человек хочет что-то создать в общем-то создает он всегда нечто отличное от того что намеревался и в данном случае это смещение не всегда а очень-очень редко может породить зримый совершенно уникальный эффект который по ЮА и определяет как фантастическое это действительно вторжение чего-то иномирного причем самое страшное в этом иномирном то что как раз именно оно и реально потому что оно есть как раз то самое что изучает такая дисциплина как психоаналитический исследователь итак подытожим возвышенное и прекрасное так и иначе подконтрольны воле автора ну в определенной границе естественно в то время как фантастическое в какой-то форме может возникать автономно что я демонстрировал в прошлый раз на примерах из области научной литературы где как раз казалось бы вот тут-то фантастическому точно не мест однако вот там возникало в работах по анатолии теперь же я продемонстрирую непреднамеренное вторжение фантастического в произведениях искусства художников-реалистов которые совершенно не собирались изображать что-то выходящее за пределы окружающего нас мира и начнем мы с художника о котором я уже упоминал на прошлой нашей встрече его звали Эволист Виталь Люмина он создавал исторические полотна и был далек от мира фантастики и тем не менее именно в его исторических работах можно найти просто ошеломительные примеры вторжения того что Холюар именует фантастическим в данном случае картина именуется всадники и уникально здесь не то что она столь детально проработана мы видим морские волны выполнены по технике едва ли никак у Айвазовского здесь безупречное владение кистью и тем не менее что-то в картине не то мало того что мы уже не сможем воскресить вообще что на ней изображено да ибо он пользовался такими историческими фрагментами которые как организируют Каюа что уже не помнят даже сами историки а речь идет о Франции понимаете в данном случае и художник француз и Каюа француз так что мы здесь не сможем разыскать уже ничего и не это в общем-то важно а важно то что в этой предположительно реалистической сценке что-то случилось с конем у этого священника и он взлетел то есть у него отрываются от земли все копыта более того что-то пошло не так и с самим пространством в этом месте и безусловный дефект работы с точки зрения ее реалистического образа пошел ей на пользу ибо мы здесь имеем совершенно уникальный пример вторжения чего-то инородного иномирного этот священник буквально подвешен на своем пальце указующим в небо причем подвешен вместе с конем и подобных примеров Люмине много при том что этот художник интересовала его именно история его интересовали реалистические образы он дает видите сцены очень динамичные и вот меньше всего он ставил перед собой задачу удивить публику как кем-нибудь и какой-нибудь оптической иллюзии атака она здесь возникает причем возникает как и положено в фантастических работах периодически иногда кажется что все нормально иногда она всплывает во всей своей обнаженности и мы уже ничего не видим кроме этого оторванных от земли ног этого хоня который переводит его в какую-то совершенно иную плоскость не подверженную законам притяжения вот это и есть вторжение фантастическое другой пример который я бы хотел вам показать относится уже к реалистической живописи Соединенных Штатов 20-го столетия это картины икона американского изобразительного искусства одна из самых известных американских картин картина выполнена в манере реалистической живописи но попадающая как раз в разряд фантастического как эстетической категории это американская готика Гранта Вута 30-го года создания в таком случае не нужно понимать готику как что-то выходящее за пределы обыденной реальности это всего лишь стиль доморощенной архитектуры это самодельные домики которые один из них мы видим на заднем плане этой картины вот именно это стиль и таким образом именоваться это своего рода символ американской сельской жизни это свое жилище свое гнездо то собственно ради чего стоит жить и трудиться так примерно можно было бы проинтерпретировать смысловой посыл этой картины однако она вызывает сколь много противоречивых чувств что совершенно расходится со своим же нарративом мы видим уставшего фермера с вилами его супругу или дочь они стоят перед их домом но в картину вторгается нечто неорисуемое и картина начинает излучать тревогу настолько сильную что эта картина подвергалась сотням различных реплик в которых она пародировалась и это не случайно ведь тревогу хочется изжить изжить хотя бы в том что оно будет высмеяно а если это будет высмеяно то оно будет в какой-то степени позже в данном случае если вы обратитесь к интернету то можно найти огромное количество всевозможных положений на эту картину и тем не менее она является одним из так скажем символов американской живописи первой половины двадцатого столетия приведу еще один пример из живописи Америки а почему она называет тревогу и за чего а я вам уже объяснил как происходит функционирование фантастическое это смещение того что хотел сделать художник и то что он в итоге сделал да я же смотрю на эту картину и вы говорите я испытываю тревогу я ее испытываю мне интересно почему я и стою будет тревога зачем чего это отбивается за счет того что вы понимаете в этот момент что вы относительно себя таким же образом децентрированы как тот автор который ее создал а в данном случае а в данном случае сильно ли весело будет осознание того что не вы хозяин у себя в голове это страшно в смысле я это я не знаю одно дело это знать а другое дело это ощущать это совсем не то же самое если вы даже прочтете этот семинар лакана но вы будете знать это не соизмеримо лучше в этом банальности не написано но поверьте от него вы этой тревоги не испытаете а от того что ее называют фантастическим как эстетической категории от каждого произведения будете ибо там она демонстрируется в действии а здесь же то есть семинар лакана он вполне осознан понимаете это как раз действие не фантастического оно просто показывает его механизм и вот в чем то есть сколько про это ни говори это будет не то же самое чем сам эффект фантастического фантастического описать можно только вполне рационально вот в чем это тревоги вас вызывать не будет другой же пример который я хотел вам привести из американской живописи это возможно один из самых известных представителей реалистического искусства в живописи 20 века вообще это Эндрю Уайт и его картина Мюр Кристин тоже картина икона одна из самых известных работ 20 столетия в данном случае даже если мы знаем всю предысторию этой картины а на картине изображена Кристина Ольсен соседка Уайта она страдала неврологическим заболеванием и она не могла ходить в дом и передвижения были осуществляемы и в данном случае понятно что для нее этот дом он предельно далеко в данном случае не достигаем далеко и тем не менее даже если мы знаем всю подноготную эта картина производит совершенно уникальное впечатление мы здесь попадаем как и на других некоторых работах Уайта несмотря на полностью реалистичное изображение я бы назвал это мир между мирами это мир который фантастичен как раз в предельном своем реализме он выходит за пределы реализма и попадает не в фантастическое как выход такой банальный за пределы для того чтобы выйти за пределы фантастического мы изображаем какие-то фантастических тварей за пределы реалистического здесь же Уайту удавалось изобразить нечто большее своего рода разлом в этой самой реальности невозможность ее схватить, постоянное ее скользание от взора, от осязания, от наших ощущений. Этим и силен Уайт, и неудивительно, что это, в общем-то, простенькая картина, считается одним из самых главных шедевров 20-го столетия. Если бы это не было на ней схвачено, то, в общем-то, ничего выходящего за рамки, так скажем, того, что доступно любому обученному художнику, здесь нет. Здесь нет какой-то уникальной техники, здесь нет чего-то совершенно уникального с исторической точки зрения. Бывают, так скажем, работы, которые ценны, что это единственный портрет какого-то великого человека при жизни. Она обладает такой ценностью. Эта же картина обладает уникальной ценностью как раз из-за того разлома, который в ней по какой-то причине произошел. И более того, скажу, у Аэта, который, в общем-то, в такой манере творил всю свою жизнь, такие работы тоже очень-очень редки. Это самое яркое из них. Когда возникает нечто иное, не то, что хотел изобразить художник, а нечто большее. Понятно, что обычно возникает нечто меньшее. Поэтому что-то такое появляется редко. И тем не менее, несмотря на то, что я вам сейчас приводил в пример только авторов реалистического жанра, возникает фантастическое и усюр реалистов. Возникает, наверное, реже все-таки, чем у художников-реалистов. И тем не менее, отказывать ему там тоже нельзя. И другой художник, который тоже достаточно часто создавал произведения, которые можно было бы отнести к жанру фантастического по Каюа, это как раз художник-сюр реалист, крупнейший художник 20-го века, которого звали Поля Далево. И у Поля Далево самое удивительное, что фантастическое в понимании Каюа возникает не тогда, когда он изображает мир грез. А него такого очень много. А тогда, когда его работы максимально приближаются как раз к предельно реалистическим. В данном случае вы видите картину «Все огни» 62-го года. И здесь к этой картине больше вопросов. Ну а чем можно получить от нее ответы? Например, что заставило на этой улице появиться такое большое количество керосиновых ламп? Эти лампы сами по себе достаточно фантастичны, хотя они существуют в реальности. Но они совершенно уникальны у типа тени отбрасываются. То есть там запах весьма специфический, который отсылает сейчас уже, так скажем, к истории скорее, чем к современной направлении. Но здесь уникально еще и то, что мы видим женщину одну, идущую по улице и абсолютно такую же, идущую в прямо противоположном направлении. И встает вопрос, не та же ли самая девушка идет ее обратно. Это картина, которая ставит вопросы, ответов она не дает. Есть еще такая же работа, где девушки обнаженные даны. Он неоднократно возвращался к этой теме, к этому ландшафту. И, в общем-то, сам по себе ландшафт совершенно фантастический, хотя ничего выходящего за пределы того, что мы действительно можем обнагружить на улице, здесь вроде бы и нет. Ну, по крайней мере, если действительно расставить докламку, поставить двух этих девушек, в общем-то, это вполне возможно. Сказать вопрос, почему именно этот момент выхвачен из обыденной окружающей нас реальности? И у Дельво такие моменты есть достаточно часто и, повторюсь, наиболее сильное впечатление производит именно его работы, в которых сновидческие образы практически не представлены. Например, вот такая работа, которая является одиночеством. здесь любимые им поезда. Он всю жизнь мечтал быть начальником железнодорожной станции. Потом, когда он уже стал очень известным, его мечта сбылась. Он действительно стал начальником железнодорожной станции и смог вечером расставлять паровозы так, как он хотел, включать фонари и их писать, писать без публики, чтобы там не было толпы лишней. И вот одна из его работ, которые изображают путь, вокзаливную платформу. И в данном случае речь идет, конечно же, об одиночестве иного типа, об отчуждении от самого себя прежде всего. Именно это возникает, создаёт ощущение трепета, тревоги, которая в противном случае выливалась бы лишь в некое меланхоличное настроение. То есть здесь речь идет не о прощании. Ибо расставание это здесь не показано. Более того, это ночная платформа и поезд, который отходит, это грузовой поезд. Здесь одиночество представлено совсем в уной форме, и это как раз и производит столь сильное впечатление. Другой пример из жирописи всего реализма также выходит за пределы удивительного или озадачивающего искусства, которое, я фантастическим отказываюсь называть, но такое не фантастическое мы смотрели на первой лекции. Теперь же я бы хотел показать именно сердцевину фантастического. И одной из таких жемчужин является картина немецкого художника-сюгреалиста, которого звали Рихард Элте. Это картина «Ожидание», одна из самых известных его работников. Фантастическое здесь не то, что люди, смотрящие вдаль, постепенно как бы стираются, но предельная реалистичность изображения, за исключением того, что на горизонте не то, что ничего не видно, а там вообще ничего нет. Мир там переходит в небытие. Может, это просто плохая видимость в бурю? А может, и подлинное ничто раскрыло свой зерк? Один из персонажей оборачивается и смотрит в противоположную сторону, создавая еще более страшную ситуацию. Картина словно говорит нам, куда бы вы ни повернулись, куда бы вы ни смотрели, вы смотрите в ничто. Вы смотрите на свою собственную смерть. Причем смерть, как вы понимаете, это факт нереальный, а факт исключительно воображаемый. Прекращение мыслительных способностей, когда мы отходим ко сну и переходим в сон без сновидений, нас не пугает нисколько. Переход в небытие пугать нас тоже не должен, ибо когда-то есть избавление от любого страдания, но не страдание, как таковое. Пугает нас, естественно, воображаемый образ. Смерти. Смерти как фантастической силы развернут. То есть, смерти как манифестации небытия в бытии. Вот что нас может только пугать смерти. Именно это здесь и представлено во всей своей полноте. Представлено эффектно, ярко. И, конечно, эту работу тоже сюрреалистическое можно назвать с определенной натяжкой. Так же, как и живопись Поли Дюльво, который всегда говорил, что для сюрреалистов я был недостаточно сюрреалистичен. Слова автора. Есть замечательный фильм с этим художником, автор биографический. Если кому-то интересно, то можно в интернет-сети найти. В данном случае всегда правомочен вопрос, сознательно ли автор пытался изобразить то, что он изобразил. Иногда да, иногда нет. Но в возникновении фантастического случай всегда имеет место. Вне зависимости от интенции самого автора. И чтобы завершить наше знакомство с фантастическим именно в живописном искусстве, в изобразительном искусстве, я выбрал современную нам картину. Картину, созданную здесь, в этом городе, в Москве. Созданную в 21-го столетия. Замечательным художником, мастером второй половины 20-го века. Его звали Александр Комиссаров. Это картина из моей скромной коллекции живописной. И выглядит она следующим образом. На этой картине превосходно изображенные предметы кухонной утвари попадают в какое-то пространство сверх притяжения. Художник сам именовал это двумерным пространством. Он сам себя называл ягод-мастер двумерной живописи. И в данном случае мы имеем, как и на картине люмине, весьма эффектный ход. То, что с одной стороны мы видим, как хрупкие фарфоровые предметы стоят на скатерти, но иногда возникает совершенно иное ощущение, что они с нее буквально ссыпаются. Вот, допустим, в таком виде. Эта картина висит у меня уже более десяти лет и неизбывно радует той тревогой, которую она производит. И могу засвидетельствовать факт того, что, несмотря на то, что я привык к этой работе, более того, я неплохо знал автора лично, тем не менее, эта картина продолжает играть вот этим эффектом. она то абсолютно реалистичная, и в данном случае она бы не была живописью 20-го века, конечно же. Но иногда включается эффект совсем уного пространства, и эти чашки буквально летят в небытие. И здесь стоит сказать, что эффект был задуман автором. Однако, несмотря на то, что эффекты подобные автор задумывал достаточно часто, блистательно они воплощались далеко не всегда. Фантастическое – это не то, что можно производить конвейерным образом. То есть можно стремиться это воспроизвести, но это совершенно не гарантирует того, что оно у вас во что бы то ни стало получиться. И мастерство здесь не играет никакой роли. Ибо должно произвести нечто такое, куда, в общем-то, мастерству фунт заказан. Теперь обратимся к нескольким примерам из литературы. В прошлый раз после лекции меня спрашивали, что из творческого наследия Кавки можно считать фантастическим. Скажем так, точно нельзя считать то, что прежде всего бросается в глаза своей необычности. Ну, к примеру, образ лени из процесса – это явно не фантастическое. Если вы глубоко исследуете женские образы Кавки, то поймете, что его образы женщин, женские персонажи его прозы – это образы сновидческие. Типичные для пространства сна, для работы сновидения. Данное утверждение достаточно сложно обосновать, и вам придется в данном случае либо поверить мне, либо проверить это на своем собственном опыте, сравнивая свои сны и те, которые описаны в психоаналитической литературе. В данном случае с персонажами Кавки они будут совпадать идеально. Это образы именно сновидческие. Ну, дам одну маленькую подсказку. Для сновидческих образов типично выделение какой-то одной детали. Образ представлен в виде манифестации через какую-то одну маленькую деталь, а не через целевое его подробное восприятие. Ну, в данном случае вы видите фрагмент из киноленты Орсона Уэллса «Процесс 62-го года». И тем не менее Кавка, несмотря на то, что он так часто обращается именно к фантастическому жанру, является одним из немногих авторов, кому фантастическое, в данном случае уже в понимании Каюа, удовалось воплощать с завидным постоянством. И стоит однако говориться, что у Кавки фантастическое возникает прежде всего там, где на уровне нарратива его почти нет. Ну, что можно привести в качестве примера фантастического? Притчу о привратнике из Процесса. Здесь отлично демонстрируется и разрыв, и тревога. И в данном случае не имеет значения, фантасмагорична она или реалистична. Она, в общем-то, и не такова, и не такова. Она уходит за пределы этих определений. Она демонстрирует разрыв, который подолегает под самой волей субъекта. Вот что делает эта притча. Совершенно уникальный фрагмент текста, который воплощает фантастическое возмерение Каюа в самой, что ни на есть, блистательной форме. Ну и, конечно же, безумительное описание образа бюрократии из Процесса, да и не только, из него. Где от Кавкин удается схватить самое суть, самое потаенное, что есть в бюрократии, это его мистическую составляющую. Мы привыкли, что бумажные дела – это нечто, наоборот, предельно заземленное, предельно обыденное. Но на самом деле, в данном случае, мы так понимаем, что если углубиться в анализ природы бюрократии, то мы набредем на, в общем-то, ритуальное действие. Это действие глубоко, мистично. Преклонение перед числом, числом, которое замещает, в общем-то, весь видимый нам мир. И у Кавки речь идет не просто о критике или высмеивании. Такого было полно. И это к фантастическому не имело никакого отношения. Кавка проламывает буквально в реальности брешь, через которую мы видим, как вот эта мистическая составляющая этой самой бюрократии разворачивается во всей своей экспансии, обнуляя какое бы то ни было измерение смысла. Это разворачивание бессмысленного пространства, при этом разворачивание его вполне стремительно. Другой же пример из литературы, который я хотел бы вам показать, это творчество автора, который стоял у истоков как раз фантастического жанра в обыденном понимании этого слова, то есть у истока жанра фантастики. Его звали Степан Грабинский. Это польский писатель начала двадцатого века, который получил широкую популярность намного позже своей смерти, во многом благодаря Леру. Теперь, видите, некоторые его работы переведены и на русский язык, и писатель этот, конечно, абсолютно уникален, так как ему удается в жанре фантастики создать фантастическое понимание Каюа, более того, с весьма и весьма завидной чистотой. Я вам уже приводил в качестве примера для самостоятельного чтения его рассказ «Чумазлай» или «Кочегар». Это все есть в интернет-сети. Я же хочу вам сказать и описать два небольших его рассказа по касательной и Горельщина из двух разных циклов. Например, того, как в нарративном жанре, в жанре литературы, в жанре повествовательном может проявляться фантастическое. Ну, обратимся к рассказу по касательной. Небольшой совсем рассказ. Я не полезу во все его детали. Более того, я буду специально вам описывать рассказы так, чтобы вам после этого все-таки было бы возможно их с интересом прочесть, чтобы это было не заменителем чтения, а чем-то иным. В рассказе по касательной главный герой выстраивает совершенно уникальную логику. Логику, возможно, более четкую, чем логика научная, но весьма в причудливую сторону. Ему кажется, что весь мир – это слово, обращенное к нему. Каждое событие, каждый жест, каждый знак, каждое случайно услышанное слово, причем слово, допустим, прохожих, которые беседуют, проходя мимо него, никак его не зная. Он интерпретирует как знак, обращенный к нему. На этих знаках он выстраивает всю свою жизнь, и это, в общем-то, заканчивается фатально. Он в итоге приходит в здание, в котором никогда не был, там, оказывается, открыта дверь, и он застает человека в момент, когда он пытается покончить с собой. Отбирает у него орудие, оружие, и застреливается сам. Этим, в общем-то, рассказ не заканчивается. И в данном случае эффект фантастического возникает из-за того, что этот рассказ обращен к совершенно причудливой форме искаженной логики символизма. Логике того, что весь мир есть говорящая с человеком книга. А может быть, и логики, еще более древней логики раннего возрождения, когда человек был убежден, что в каждом явлении мира сокрыто слово Божие, которое адресовано именно ему, человеку, и если он сможет понять это слово, то он сможет приблизиться к пониманию божественного мироустройства. И в данном случае речь идет не о том, что фантастическое возникает на уровне повествования, а фантастическое возникает на уровне преломления, в общем-то, совершенно известных и понятных категорий мышления эпохи Ренессанса. Или для Грабинского, конечно же, ближе была эпоха символизма, когда действительно весь мир есть символ и высказание чего-то иного, запредельного, и он, конечно же, как человек, находящийся в центре этого мира, есть никто иной, как избранный. Для него в данном случае было намного проще отказаться от собственной жизни, чем утратить веру в то, что именно к нему обращен голос всего мироздания. Понятно, что если он чувствовал себя едва ли не бессмертным, что для него значит нажать на кого? Ничего. Другой же рассказ – это «Горещина», тоже совершенно уникальный пример того, как искажается, в общем-то, обычная логика литературного нарратива. Он повествует следующую ситуацию. Один пан пытается за мало-мало денег купить огромный кусок земли, который ему с легкостью уступает, потому что эта земля не продается уже многие годы, ибо сколько кто на ней не строился, все дома там сгорают. В народе сложился миф о том, что это место есть Горещина, и из начала этого рассказа, в общем-то, вытекает самое что ни на есть традиционная фабула современных каких-нибудь фильмов мистического жанра. Ничего в этом фантастического в понимании карьёй нет абсолютно. Ну, разве что за исключением того, что при Горобинском таких произведений ну, было, ну, пара-тройка и не более того. Он, в общем-то, этот жанр аппаратит, в том виде, в котором мы его знаем. Но прелесть вся рассказа не в этом. Этот пан покупает это место, строит там деревянный дом, но все-таки принимая во внимание слухи, он исключает с дома печь, исключает свечи, лампы и проводит модное, только что купившееся электрическое тло. Так они прожили с семьей почти год, к нему даже постепенно стал народ приходить в гости, до этого туда никого не затащишь и даже за большое вознаграждение, даже пожарную бригаду. Ну, тут стали приходить гости, и он решил их побугать и сознательно поджигать. Дом быстро при них его тушит к пущему своему удовольствию, демонстрируя, что, в общем-то, стихия огня ему вполне и вполне подвластна. Однако постепенно происходят метаморфозы. Не только этот товарищ и его жена начинают наряжаться во все огненно-красного цвета, но и начинают увлекаться всевозможными фейерверками, играми с огнем, в том числе небезобидными. Этот товарищ поджигается его кровать, например, и играет в пожарных, в общем. Ну, финал этой истории предсказуем. В один из таких дивных моментов он полностью свой дом сжигает, погибает его маленький сын, его жена и прислуга. Он же продолжает, когда приезжают пожарные, подбрасывать в горящий дом дыровишки. Ну, его сдали, соответственно, в психиатрическую печатницу. Вся прелесть этого рассказа в том, что он в какой-то совершенно изуродованной форме демонстрирует основную форму, как это ни странно, романа реалистического жанра. Что является показателем для того, что это роман реалистического жанра? То, что герой становится сам собой благодаря контексту. Вот что определяет реализм в романистике. Так и здесь именно это и обыгрывается. В данном случае герой не смекнул то, что сверхъестественное, оно не где-то. Сверхъестественное – это то, что и есть в нас самих. И он не понял того, что не он хозяин у себя в голове, он облетается в этом месте, он полностью подвержен этим же самым мифам. И ведь не случайно он начинает играть с огнем. Он начинает играть с огнем, но злому мифам о том, что это место горит. В данном случае логика, я бы сказал, логика совершенно уникальная, потому что она включает не только в себя лучшие достижения реалистического романа конца 19 века, но и уже некие наработки психоаналитики, только что возникшей. Не знаю, был ли знаком Горобинский с какими-то подобными исследованиями, но это еще не значит, что они не могли видать в воздухе. И в данном случае сложно отнести этот рассказ, как один, так и другой, к фантастике в чистом виде, ибо фантастического здесь нет ничего. В одном случае мы имеем дело с психически нездоровым человеком, в другом случае мы имеем дело с человеком, который постепенно таковым становится именно благодаря окружающему его контексту. И именно вот этот момент, момент того, что в рассказах Горобинского демонстрируется совершенно обнаженной остротой, то, что человек не является сам себе хозяином, насколько человек зависим от окружающих его мифов, от окружающих его представлений, вот это как раз и является прорывом фантастического его прозу, которая считается как раз прозой фантастического жанра. При том, что я вам пересказал фантастического, там не на гроши. Если кто-то читал «Чума злая», то сам факт того, что этому товарищу этот «Чума злая» все-таки померещился в один прекрасный момент, это еще тоже ни о чем не говорит. Мы знаем, чем все закончилось. Человек, который сталкивает поезд с путей, переводя стрелки, значит, что человек психически неадекватен. И ничего выходящего за пределы того, что можно было объяснить реалистически, здесь нет. Это не лавка. Вот в чем дело. И тем не менее, ужас, который производит произведение Горобинский, а лучший из них это вот роман «Тень Бафомета», как раз выстроено именно таким образом, где страшно не то, что некий загадочный, чудесный мир вторгается в мир реальности, а в том, что то, что мы подразумевали под миром реальности, в общем-то является только ее частью. Вот что страшно. Что касательно иного жанра, жанра архитектуры, понятно, что здесь фантастическое возникает реже всего, чаще всего это заканчивается обрушением здания. Ну, те же примеры, которые сохранились, они редкие. Понятно, что фантастическое – это, в общем-то, не то, что появляется в архитектуре, еще и по той простой причине, что для постройки подобных сооружений требуется, по крайней мере сейчас, большое количество всевозможных документов. Это не то, что человек может, нафантазировав, создать в поры, в экстатическом. Однако, когда-то, очевидно, так было возможно, поэтому самое известное произведение архитектурное, которое является просто манифестацией фантастического как такового, это, конечно же, «Кизанская башня». Понятно, что в ее основе лежит просто неграмотный расчет, столь массивная постройка из мрамора, не могла выдержать. Там очень мягкий грунт под ней. Она стала проседать прямо во время постройки, еще в XII веке. И самая прелесть этой башни не в том, что она накренена. Да, там укрепили грунт, и, в общем-то, ее достроили до конца. Вы видите, поэтому дату очень длинная, да, ее строили очень долго. Самая прелесть этой башни в том, что в течение постройки этот косяк постоянно пытались выпрыгнуть. То есть она, на самом деле, не наклоненная, она кривая. То есть ее выпрыгивали до самого последнего момента. Если вы посмотрите фотографию на некоторой инстаграме, это очень хорошо видно. Видите? То есть она, ну, не S-образная, конечно, но ее пытались выправить, чтобы сместить центр тяжести в сторону, где, в общем-то, грудь не проседал. Это происходило, естественно, не по воле архитектов. Это вмешательство случая, это тот редкий пример, когда звонница, а таких звонниц, в общем-то, в Италии немало, ничего в ней сверх, исключительно эстетически, совершенного нету. Она, конечно, красива, но, повторюсь, есть примеры и не хуже. Она стала одним из символов Италии только благодаря тому, что в нее вторглась нечто. Нечто, расходящееся с замыслом архитектора. И именно это и сделало это произведение одним из чудес. Другой же пример, который я хотел привести из архитектуры, это пример уже из архитектуры 20-го столетия. Мы его с вами смотрели. Это Альдороси, его жилой дом в Германии. Берлет. Даже если мы знаем всю эту дивную предысторию про колонну Филарета, которую он в детстве, будучи маленьким, катаясь по каналам Венеции, увидел, ему показали, что вот это единственная колонна, которая осталась от древнего дворца, и которая сейчас укрепляла стену жилища для нищего рода. Она произвела у него, конечно, совершенно колоссальное впечатление. И он на протяжении всей своей жизни воспроизводил его мало-то больших количествах. Даже если мы знаем всю эту историю, это никаким образом не снимает эффект того, что с этим домом что-то не так. Эта колонна через метр. Эта колонна просто нереально гигантская. Ее научились как-то более-менее использовать функционально. На нее делается растяжка рекламы. Но, в общем-то, когда Росси создавал ее в 80-м году, то растяжка рекламы еще не была. Это не Лас Векас, это Герлин. И это белая колонна с красным кирпичным зданием. И вообще непонятно, какую она функцию выполняет. Никакую. Это просто нечто, что вторгается из иной реальности. В данном случае осознанно. Но из всех примеров Росси с этой самой колонной, а у него их очень много, это единственный случай, который можно отнести к тому, что Крюа именовал фантастическим. Все остальное, это будет просто отсылка к определенной истории, которую он описывает в своей автобиографии. Это здорово, это красиво, но фантастическим в других случаях это не является. А в этом случае является. Здесь действительно возникает эффект, когда мы начинаем сомневаться в размерах того, что он виден. Может быть, это дом маленький, может, колонна чрезмерно большая. Может быть, что-то пошло не так, и здесь искажается само наше видение, да? Может быть, здесь оптическая иллюзия имеет место быть. Совершенно простейшим способом Росси добивается весьма и весьма эффектного результата. А теперь обратимся к кино-жанру и посмотрим, как фантастическое может работать в нем. Я приведу в качестве примера два фильма достаточно старых и приведу два фильма, охватывающих относительно недавние. Ну, манифестации фантастического в старом кино, мне кажется, является кинолента «Клузо. Клада за страх». Классическая кинолента. Кинолента совершенно реалистичная. Более того, она демонстрирует разлом сама в себе. В своем сюжетном повествовании. Несмотря на то, что кинолента, повторюсь, реалистична от начала и до конца, тем не менее, повествование ее неоднородно. Примерно первые 40 минут этой кинокартины – это абсолютно обычный, такой социально-критичный, реалистический фильм 50-х годов, который можно в огромных количествах обнаружить в это время, и, может быть, даже не самый лучший, да, и, там, может, даже до DC-ка он и не дотягивает, но не в этом прелесть кинолента. Кинолента радикально меняется после появления слова «нитроглицерин». И главные герои этого фильма подписываются на весьма специфическую работу вести на раздолбанных доджах в канистрах погруженный нитроглицерин по совершенно отсутствующую дорогу, по бездорожью, чтобы взорвать пылающую скважину. Малейшее излишнее сотрясение этих канистрах, и, в общем-то, вместо доджа останется только воронка. И, понимаете, если с определенного момента этого фильма, когда появляется это чудное слово «нитроглицерин», герои бы перенеслись, например, на Марс, начали бы сражаться с какой-нибудь марсианской цивилизацией, это бы производило менее эффектное впечатление, оно бы выглядело более реалистично, чем та абсолютно реалистическая картина, где эти герои везут в «нитроглицерин». Вот, опять же, самое эффектное здесь то, что автор совершенно не выходит за пределы реалистического жанра. Это не значит, что это кино близко к документалистике. Я, естественно, говорю под реалистическим жанром, жанр, принятый в искусстве. И, тем не менее, эта кинолента показывает два типа реализма. Реализм, который мы видим в первой половине этого фильма, и реализм, который мы видим, когда запускается движение этих грузовиков. И слово «страх» здесь возникает не случайно. Эта картина, как ничто другое, способна вызывать тревогу, даже если вы эту киноленту видели уже сотни раз. И действительно, это является абсолютным шедевром «Клузо», одним из лучших триллеров, как бы мы сейчас это назвали, 50-х годов. И фантастическая в понимании грюа здесь, конечно же, представлена. Это кинолента «Фантастическая». Не научена «Фантастическая», а относящаяся к такой эстетической категории. Другая, тоже старая кинолента, которую я бы хотел привести в качестве примера фантастического в искусстве, это теле-фильм. Первая самостоятельная работа Стивена Спилберга – это фильм «Дуэль» 1971 года. Тоже дорога, тоже грузовик, но совсем в иной ипостась. Главный герой киноленты, покидающий городскую черту, неожиданно обнаруживает, что, в общем-то, все правила и законы, которые есть в социуме, там, где нет социума, не работают. Их просто нет. И преследующий его непонятный персонаж на грузовике постоянно пытается его убить. Это не объясняется никак. В чем особая прелесть этого кинофильма? Там, где все объясняется, в общем-то, обычно это выглядит глупо. Это выглядит как своего рода оправдание перед зрителем, что зритель не зря надеялся, режиссер ему все покажет, объяснит. Самое сильное впечатление, конечно, производят те фильмы, в которых не объясняется ничего. И это, как раз, одна из тех кинолент, именно она принесла славу Спилбергу, то, чтобы он быстро пошел вверх. Повторюсь, это дебют, более того, это теле, фильм это даже не кинофильм. И, тем не менее, эта кинолента совершенно фантастически демонстрирует, простите за эту автономию, фантастическую. Советую ее посмотреть, если кто-то не видел, потому что здесь действительно вот этот эффект тревоги представлен в полном объеме. И самое забавное, что подобные же, так скажем, гонки на смерть, когда это демонстрируется, именно в фантастике, типа смертельной гонки. Смертельная гонка 2000, это будет примерно чуть позже снят, на то же 70-е годы. Ну, я имею в виду не ремейки, да, новые, а оригинальные фильмы. Вот, то есть таких фильмов очень много, типа «Безумного Макса» и так далее. Там они не производят никакого впечатления с точки зрения вот этого вторжения тревоги. Этот же фильм, эту тревогу демонстрируют в совершенно полном объеме, как раз потому, что фантастического здесь не нагрошено. Мы понимаем, что такого никогда не было, конечно. Но мы также и понимаем, что, в принципе, здесь ничего не показывается выходящего за пределы возможного. Вот что такое. И приведу в качестве примера два относительно новых фильма, 90-х, 2000-х, так скажем. И первый из них – это фильм Дэвида Гроненгерга «М. Баттлайк». Если вы просто посмотрите эту киноленту и не будете знать ее предысторию, то, в общем-то, вам покажется, что это абсолютно выдумано все, что такого быть не может. Ну, у этого фильма есть одно нуло. Это не просто невыдумано, а, так скажем, один из тех персонажей, которые здесь представлены, он еще живой даже. И второй, главный герой, который здесь представлен, тоже скончался относительно недавно, и оба еще застали выход этой киноленты. Ну, киноленты повествуют о том, как французский дипломат влюбляется в певицу пекинской оперы, не подозревая о том, что в пекинской опере не бывает певицы. Там мужчина. И более того, тот, в кого он влюбляется, а его в жизни на самом деле звали Ши Бэй Пу, он не так давно скончался, он был не просто известным певцом, он был спецагентом. Ему получают вступить в связь с этим самым товарищем, которого звали Бернаф Буксико, вот он еще живой, Буксико, и вся прелесть в том, что он состоит в сексуальных отношениях с этим самым товарищем, и до последнего уверен, что это женщина. Так вот, понимаете, в том-то все и дело, что ответа на этот вопрос нет. Есть факты, исторические факты, свидетельствования в суде, который был на самом деле, а не в этом фильме. Понимаете, я говорю, что когда вы посмотрите этот фильм, вам покажется, что это некая сказочка, но если вы почитаете сам процесс, это абсолютно реальное дело. Более того, через какое-то количество времени Ши Бэй Пу заявляет Буксико, то, что он беременный, вот, и то, что его шантажируют спецслужбы Китая, и чтобы сохранить их сына, которому тут появляется маленький украинский мальчик, которого добывают спецслужбы китайские, но чтобы сохранить их сына в безопасности, ему нужно выкрасть определенные документы из французского посольства. Что, собственно, тот и делает, операция проваливается, их повязывают французские спецслужбы, и того, и другого судят, и только на судебном процессе Буксико понимает, что тот, с кем он жил достаточно долго, является мужчиной. В данном случае этому самому Буксико дали 6 лет, в тюрьме он пытался покончить с собой, именно на этом эпизоде и заканчивается кинолента, кажется, что он погибает. На самом деле, это была неудачная попытка самоубийства, он вышел из тюрьмы, и, в общем-то, сейчас он живет еще. Ши Бей Пу освободил Меттеран, так как, в общем-то, он ничего такого особенно страшного не сделал, а Меттеран хотел помириться с Китаем. Ши Бей Пу до конца дней, насколько я понимаю, жил в Париже и зарабатывал себе на жизнь пение. Голос он не утратил достаточно позднего времени. Он умер, по-моему, в 2008 году, относительно недавно. Понимаете, здесь речь идет о совершенно уникальной ситуации, которая, как нам кажется, это просто некая аллегория, это некая сказка, но этот фильм от начала до конца полностью придерживается абсолютно реальных фактов. Это не то, что, как в американских фильмах, когда вы читаете, основан на реальных событиях. Из реальных событий там является, например, название «Дома». Здесь речь идет о том, что он действительно основан на реальных событиях, и нет никакой вероятности, что Гроннберг хотел показать именно некий разлом в этом фильме. Но в этом фильме он есть. Мы постоянно имеем дело с мутацией пола у этого персонажа, когда мы видим его как действительно мужчину, то как женщину. И речь идет о том, что это то время, когда, понимаете, это не братья и сестры Вачевские. Тогда сменить полу было нельзя. То есть никак. Это было давно. Поэтому советую посмотреть эту киноленту. Если кто не верит, может почитать действительно информацию об этом инциденте, он достаточно известный. Вот это есть вторжение фантастическое. И заметьте, оно с таким же успехом вторгалось и в саму обыденную реальность, о которой, оказывается, мы знаем меньше, чем нам казалось до этого. И еще одна кинолента, на этот раз, это Михаил Ханнике с его «Скрытое». Так вот, Ханнике, на самом деле, достаточно часто пытается сымитировать фантастическое. Я покажу после этой киноленты пример, когда у него это сознательно задуманно не сработало. Здесь же это срабатывает. И несмотря на то, что так же, как и в «Притче» при «Братнике» по жанру, это именно притча, это иносказательный жанр, тем не менее фантастическое здесь вторгается. Это картина страшна тем, что она показывает, сколь мало мы знаем о самих себе. Вот этот взгляд на себя со стороны другого, он, конечно, вызывает очень сильную тревогу. И то, что в этой киноленте, по сути, не происходит почти ничего, только главный герой получает постоянные видеокассеты, на которых отснят вход в его дом. Видеокассеты объемные, он не может найти, где установлена эта камера, эта камера, судя по всему, не существует. И, тем не менее, видеокассеты есть. Он постоянно подвергается, так скажем, агрессии со стороны вторжения в свое личное пространство. Причем это вторжение не носит какого-то характера, то есть его не шантажирует, его ничего не требует. Это просто демонстрация того, что он видит. И именно то смещение, о котором я говорил, относительно Лакана, смещение нашего собственного «я» относительно того, что мы имеем сознание, вот в этом фильме представлено безупречно. Поэтому я считаю, что, наверное, у Ханники это одна из самых лучших кинолентов. Остальных кинолентов, в общем-то, он либо демонстрирует просто, так скажем, чрезмерный реализм, да, реализм в такой фазе социально-критической, либо демонстрирует фантастическую неудачу. Неудачно он пытался воссоздать фантастическую в одной из самых известных своих работ в киноленте «Забавные игры». Есть две таких работы. Собственно, 97-го и относительно недавняя, которая называется «Fanny Bears US», которая снята на Соединенных Штатах. Фильмы по сюжету одинаковые. И это редкий пример, когда автор переснимает свою работу в течение 10 лет просто с новыми актерами. То есть это два, по сути, одинаковых фильма, только с разными актерами, с разным антуражем, но, в общем-то, они идентичны. Что в этом фильме, так скажем, фантастического, попытка автора изымитировать фантастическое? Один прекрасный момент, когда дивных два персонажа берут в заложники целую семью в загородном домике, они убивают всех их соседей, они измываются над ними, постепенно убивают их. Так скажем, хозяйке дома удается одного из них застрелить. И в этот момент, когда вроде наступил перелом, не только они убивают героев, но и героев их, второй оставшийся преступник берет пульт, перематывает ту киноленту, который мы смотрим назад, на тот момент, когда она его не застрелила, и отбирает у него решение. После этого кинолента продолжается дальше, так же, как и в лучших традициях реалистического жанра. То есть это как раз попытка сценитировать фантастическое, когда по абсолютно реалистическому киноленту сознательно вторгается фантастический элемент, элемент продуманный, элемент, от которого он не отказался во своей, так скажем, киноленте забавные игры Соединенные Штаты, ЮС, да, но, в общем-то, это не работает. То есть разрыва это не создает. Более того, этот эффект, так скажем, создает, скорее, очень печальное ощущение, то, что, в общем-то, автор явно не дотянул до, там, золотого апельсина, на который он явно похож, и так далее. Здесь речь идет о том, что сознательная попытка внедрения этого самого фантастического оказалась безрезультатной. В то время как, вот, скрытым у него же, за два года до Фанни Греймс ЮС, в общем-то, это сработало. И работало здорово. Работало так, как, наверное, ни у кого. И закончить я хотел бы следующим образом. Я хотел бы вам показать творчество одного художника, которого нельзя отнести ни к фантастическому, ни к реалистическому, даже если мы используем обыденную речь. То есть, нам кажется, что очень легко сказать, что вот этот обыск, он-то смогоречный, снореческий, а вот это-то вот и реальность. Вот это-то нам понятно, а вот это нет. Но, думаю, мы понимаем, что на самом деле реальность – это тоже миф. Это же вера в то, что вы видите все так же, как вижу я. Вот что такое миф реальности. Но миф реальности – это такое же греза, как и грезы, которые рисовали художники-романтики. Более того, когда мы обращаемся к мифу, у него зачастую значительно более выстроенная логичная структура, чем та, которая есть у поверхностного реализма. Потому что, когда речь идет о бессознательном, то, в общем-то, оно структурировано – это едва ли не лучше, чем сознание. Если есть какая-то реальность, то реальность – это заключается исключительно в тех структурах, которые лежат за пределами нашего восприятия. Восприятие – это то, что позволяет нам воспринимать таким образом их, каким мы воспринимаем, и реагировать на него таким образом, каким мы на него реагируем. Вот это реально. Все остальное воображаемое. И быть то сон, или то, что мы зовем бодрствующим состоянием, это все воображаемое. И у Жака Лакана именно таким образом и именовалось. Разницы он здесь не делал никакой. Я вам покажу творчество художницы. Ее звали Джорджия О'Кив, которая в течение всей своей жизни рисовала цветы, прежде всего. Но эти цветы настолько дико нагружены психологизмом, более того, они очень сексуализированы, что говорить о том, что вообще перед нами – это сновидческий образ, это фантастика, или это действительно реально изображенный цветок не представляется возможным. Отделить здесь фантастическое от реалистического с самым обыденным пониманием этих слов нельзя. Никак. Вот ее работа. Они очень яркие, они достаточно точно следуют структуре тех цветов, с которых она это писала. Но, как вы видите, это уходит далеко за пределы цветка. Вот и сейчас. В данном случае мы имеем то самое фантастическое оба-юарь, мы имеем вот этот самый разрыв, когда получается, так скажем, из рисунка не то, о чем он нам прористует, а нечто значительно более многомерное, то, что человек, повинуясь исключительно своей сознательной воли, создать не может. Повторюсь, индивид и субъект работают несинхронизированно, они могут просто на разном поле их деятельность отражаться. Эта деятельность может мешать друг другу, но она может мешать друг другу таким образом, что производимый эффект будет превосходить изначальную интенцию индивиду. И именно тогда возникает шедевр. Шедевр возникает безусловно благодаря мастерству художника, но в него должно добавиться нечто иное. То, что художник, к сожалению, контролировать не может. Я здесь говорю не о том, что становится популярным. Если мы говорим о шедевре, как о том, что популярно, то, в общем, оно не так возникает. Это первое дело можно почитать, как это возникает. И вот социологические штуки. Я говорю о том, как возникает то, что способно производить на нас колоссальные впечатления. Оно возникает именно таким образом, как то, что происходит, проистекает из зазора между интенцией индивида с его сознанием и интенцией субъекта, субъекта бессознательного с его я-структурой. И это и есть самое сердце фантастического, которое, получается, лежит в расколе как таковом. И этот раскол, его демонстрация на этих полотнах и есть то, что можно было назвать единственной явленности как таковой. Повторюсь, фантастическая как эстетическая категория это то, что отсылает к реальному полплакану. Это не реальное видео часов, книжки, это все воображаемое, это образ. Это реальное, которое отсылает к структуре нашего бытия. Именно поэтому оно и производит столь сильное на нас впечатление и именно поэтому оно в какой-то степени действительно иномирно. иномирно относительно нашего сознания. Но вот на этой дивной ноте я бы хотел закончить наше погружение фантастическое и если есть у кого-то какие-то вопросы по нашим двум последним лекциям я могу постараться на них ответить. Есть вопросы? Ну замечательно. тогда смотрите я сегодня только купил книжку если кто-то захочет еще не поздно ее приобрести. Она вышла вот буквально на прошлой неделе. Это новая работа Мишеля Кустуро это один из труднейших современных медиевистов который пишет работу о цветах у их значения и об их истории. У него уже были выпущены черный Исиний это абсолютные шедевры Кольтова это культовые книги которыми зачитываются от самых видных ученых домохозяек она выходит в серии теория Могы он пишет как в журнале это мощнейший ученый который пишет очень простой язык проще чем Пустуро никто не пишет и в данном случае вышла новая его работа зеленый и это позволяет надеяться что когда-нибудь выйдет красный советую начать с синего если не читали синий то советую начать с синего они в таком порядке создавались я надеюсь и я еще не читал я его только что купил что в ней не будет повторов в черном относительно синего не было повторов совсем так что если хотите берите потому что они очень быстро развиваются то есть это не очень большой тираж а фанатов у него много тем более что это берут и художники и дизайнеры и так далее в общем-то многочислено не тринадцатого